музей истории полтавской битвы находятся он за городом недалеко можно доехать кстати на маршрутке такая вот остановка ехать от ж.д. станции полтава киевская ровно 10 минут недалеко или на такси ну а это принципе сам музей находится в таком вот одноэтажном здании есть еще уличная часть экспозиции но пока мы остановимся на то что можно посмотреть на том что нужно посмотреть само музей предупреждая сразу что в этом музей фотографировать можно сколько хочешь от видео снимать нельзя почему не знаю служители музеях так этот вопрос никак не прокомментировать что имеем то имеем ладно пока смотрим фотографии музея немножко в истории самого этого места музей был открыт в 200-летие известной баталии 26 июня 1909 года его основателем был преподаватель истории петровского полтавского кадетского корпуса иван павловский коллекция насчитывала тот момент 339 экспонатов оружие времена великой северной войны в ней военная амуниция портреты гравюры награды и так далее сожалению после нескольких ограблений в 1918 году музей прекратил свою деятельность и остатки коллекции были переданы в полтавский краеведческий музей перед нами видим это полтавская крепость в тот момент которым было но это уже запорожская сечь до кратко что хочу добавить не только как бы полтавской битвы и вообще очень много материалов о предыстории очень много посвящено скажем польским правителям османской империи сковскому царству тем великим государством которые когда-то окружали анапорожскую сечь гетьмачину и так далее есть вот макеты корабля срез чтобы внимание доставиться это портреты соперников карла двенадцатого петра первого да и много чего другого тот самый петр первый повторно музыки уже был открыт в 1950 году в помещении бывшего инвалидного дома на шведской могиле статья станции электрические стены наносит название шведская могила в 1959 году художником и военной студии не грекова была создана вторая из трех диорам размещенных в украине полтавская битва и размере 17 половиной на четыре с половиной метров современная музейная экспозиция всего здесь девять залов ну что здесь представлено это вы видите на видео дальше вы пошла это отдельно комната это то там где находится диорама макет российского солдата с пушкой и другие атрибуты что было в то время хочу дальше сказать мифы гетьма мазепа предал московского царя или хотела дать украину польши украинских договора не существовало 3 4 миф что у нас здесь анафема гетьмана мазепы и пятый миф большинство украинцев поддерживала московского царя него на мазепу но как мы знаем с вами истории пишут победители поэтому так российской империи в той битве победила соответственно не написали ту историю которую выгодного им было им для них видео видео снимал в 2023 году во время украино-российской войны и если сейчас посмотреть те же самые учебники российские или последовательные российские программы в которых каждому углу утвердят что на украине живут нацисты фашисты каннибалы еще всякие страшные вещи как говорится история повторяется каждая страна пишет под себя ту историю которая ей выгодна и так полтавский музей полтавской битвы обязательно посещение как время визита в этот славный город полтава